Красота сегодня на улице. Мы за городом сейчас. Вот тут ёлочка такая. Вот. Всё заснеженное такое. Красота. Ну, очень холодно, конечно. Очень. Не знаю, я тут купила стабилизатор электронный. Посмотрим, как это будет. Вот, пока вообще не понимаю, стоило оно того, нет. Он, конечно, супердорогой. Вот. Но зато, в общем-то, руки, когда трясутся, не будет этого видно. Короче, вы будете моими... Как это? Тренироваться на кошках, да? Кошками мои. Ну, я, конечно, на монтаже ещё посмотрю. Короче, шапка, которую я вам как-то странно показала в прошлом влоге. Там буквально было несколько секунд. Но, в общем, странно, конечно, получилось. Ну, ладно, как получилось, так получилось. Значит, вот шапка. Я не знаю. Сфокусируется она, нет? Вот. Вроде должно. Значит, она двойная. Двойная. Получается, вот здесь вот, где уши, четыре слоя. Вот. И мне, скажу я вам, очень тепло. О, да... Во! Давайте вот с таким вот видом мы с вами поболтаем. Значит, мне очень тепло. Но, когда было на улице потеплее, сейчас где-то в районе минус 20, наверное. Кстати, надо перчатки надеть, а то я быстро замёрзну. Значит, если брать погоду потеплее, где-то в районе 10 градусов, то, конечно, в ней жарковато мне было. Ну, вот. Но сейчас в самый раз. Я её, конечно же, двойную вязала не для того, чтобы носить в плюс... Вот, точнее, в минус 10, а как раз в такую погоду. Я знала, что будет холодно. Ну, в принципе, подготовилась я вовремя, наконец-то. Хоть раз в жизни что-то я связала вовремя. Ой, аж слёзы текут. Очень холодно. Значит, что ещё по ней хотела сказать. Значит, это пряжа альпака Sox от Leng. И здесь альпака с мериносами, если я не ошибаюсь. Значит, ниточка, ну, такая средняя. Как бы не скажу, что очень толстая или тонкая, а такая. Вот. И я вязала, по-моему, на спицах 3,25. Вот. Перевязывала несколько раз. Ну, ничего, это не страшно. У меня это нормальная история. И я, в принципе, очень довольна. Цвет обалденный. Мне очень нравится. Я вам показываю как-то, да, во влогах его поближе. Вот. Короче, рекомендую. Но, конечно, она очень дорогая. Вот. Я ещё брала, когда она была, 3,5, по-моему, тысячи. Вот. А сейчас, кстати, цены снизились немножко на эту пряжу. Не знаю, на весь Leng или нет, но на эту точно. Прямо. Пойдёшь? Слушайте, я вам сейчас ещё сниму несколько кадров. Конечно, здесь очень красиво. И я надеюсь, что мой штатив, новый стабилизатор, точнее, поможет мне это сделать красиво. Посмотрим. Хотя я пока с ним, конечно, это, как... Как обезьяна с гранатой. Ну, ладно, сейчас попробуем что-нибудь придумать красивенькое. Я вдохновлю вас, может быть. Хотя у вас, наверное, тоже так же снежно. Вот. Хотя, кстати, не во всех регионах сейчас снежно. Вот у меня есть родственники в Краснодарском крае. Ну, конкретно в Краснодаре. Вот. У них там вообще тепло. Я, честно говоря, немножко завидую. Но если вы любите снежную зиму, если вам не хватает снега, то сейчас я вам немножечко его дам. Пар идет. Мам, а ты сюда? Хотя это котельная. Это у нас тут котельная. Вот на заднем фоне это старая. На переднем это вот новая уже. Не знаю, какая она электрическая. А там мазутная. Вот на этой вот дальней когда-то много-много-много лет работал мой папа. Вот. В общем, обезьяна с гранатой продолжает свое вещание. Что-то я так пока и не врубаюсь, как он работает, этот стабилизатор. Вот. Немножко думала, что это все попроще, чем оказалось. Вот. Немножечко попыталась заснять шапочку ребенку. Ребенка, которая зелененькая такая. Вот. Тоже хочу по ней пару слов сказать. Она оказалась очень удобная, потому что отворот двойной. И он зафиксирован. И, соответственно, у него не слетает вот эта вот часть вот так вот на глаза. Потому что шапочка, в которой он до этого ходил киндер-спорт по описанию Юлии, она классная. Мне она очень нравится. Но она все-таки не для зимнего периода, когда капюшон постоянно надевается. Потому что как раз вот так вот происходит. Естественно, ребенку очень-очень неудобно. А вот здесь, когда отворот фиксированный, просто супер. Ну, я говорила в прошлом видео, что описание немножко переработало. Вот. И стала, в общем-то, гораздо лучше, чем было. Вот. И, короче, я довольна. Значит, эта шапка по описанию Ксении Маликовой связана. Вот. Слушайте, ну что за красота, правда? Подальше можно? Нет. Вот это максимум. Вот так. Сейчас попробую, знаете, что сделать? Попробую вот так. Аккуратненько. Красиво, да? Вот для чего стабилизатор. Чтобы все-таки не тряслось. Аккуратненько все. Аккуратненько все. Плавно шло. Елочка такая красивая, вся заснежная. Небо, конечно, тоже красивое. Чуть-чуть облака есть. Они такие прям нежные-нежные. Вообще, небо, конечно, чистое. А еще знаете, в чем прикол? У меня вот поселок, в котором я прожила, вы считаете, почти всю жизнь. Ну и вот, к моему приезжаю. У меня здесь открылся озон. Я вообще в шоке. Потому что... Ну и вообще, как бы, не скажу, конечно, что за тьму таракань. Вот. Это Ленобласть. Ну такая, как бы, область... Не... Ну, хотя нет, наверное, не самая далекая от Питера. Ленобласть бывает... Ну, в смысле, есть уголки Ленобласти, которые гораздо дальше. Кстати, можете сравнить. Сейчас я с руки снимаю. Трясти должно сильно. Так вот. Открыли озон. И это просто вообще какое-то чудо. То есть можно не ездить далеко. В этот Зеленогорск. Короче, вообще класс. Я купила картину рисовать по номерам. Что-то мне захотелось. Давно, точнее. Хотела, но, в общем-то, созрела. Не знаю. Сейчас буду пару дней без ребенка. Вообще, я хотела сумки пошить новые. Но, может быть, еще и немножко порисую. Ну, как-то отдохну все-таки. Ну, потому что тяжело, конечно, с ребенком. Он у меня слишком активный. И сейчас такой период... Возраст отвратительный. Когда он совершенно не слушается. Короче, жуть. Мне кажется, что в зимний период я вам не показывала этот свой поселок. Может, и показывала, я не помню. Это уже залив, соответственно. Ну, примерно вот здесь вот. Может, чуть дальше береговая линия. Да, мне кажется, этот камень уже в воде был. Но здесь все замерзшее, конечно. Вот. Хотя немножко подтаяло. Вот видно вот там дальше. Буквально несколько дней назад мы ходили, гуляли. Здесь все было более заледенелое. Итак, вы можете лицезреть результаты моих новогодних каникул. Это целый такой набор носочков. На самом деле, это подарок для целой семьи. Мам, папа и сыночек. В общем-то, это, можно так сказать, друзья семьи. С вот этим мальчиком мой сын когда-то ходил вместе в садик. И, в общем-то, мы как-то хорошо так общаемся. В общем, я решила им сделать подарочек такой. Но после новогодних праздников, получается, будем мы дарить. Ну, просто потому что, в общем-то, в новогодние мы с ними не встречались. Значит, вот эти носочки я вам показывала в... Или не показывала? Нет, по-моему. Короче, не важно. Значит, эти носочки я связала последние в прошлом году. Это пряжа, которую мне подарила... А, в Телеграме я показывала, все вспомнила. Эту пряжу мне подарила год назад чуть больше уже Оксана Ворм Инженер. Оксана, спасибо огромное. Она мне действительно очень понравилась. У Оксаны была эта же пряжа, но другой расцветки. И она ей как-то не очень понравилась. Я просто в диком восторге. Причем и от того, как носочки выглядят соло, да, из этой пряжи. И вот женские связаны уже в технике Хеликс. И здесь добавлена ниточка. Это, господи, как она называется? Альзе Comfort Socks. И это цвет 52. Очень классно, мне кажется, вписался этот бежевый, светло-бежевый цвет. В палитру именно вот этой носочной пряжи. Мне кажется, что носочки получились вообще фантастически. Здесь, кстати, я в мужских носках, в пяточке, по-моему, здесь 4 петли последние, когда провязывала стенку пятки, провязывала их платочкой. Мне нравится такой вариант. Удобно, кстати, поднимать петли. Но там получается немножечко другой уровень поднятия петель. И здесь я уже сделала более такой классический вариант. Ну и детские носочки. Эта пряжа у меня оставалась от вязания носков моему мужу. Мне кажется, что так вписывается в такую спокойную гамму вот этой носочной пряжи. Мне кажется, что смотрится в общей сложности очень-очень симпатично. Да, вот так вот я поработала на выходных новогодних. И, честно говоря, немножечко даже подустала от вязания носочков. Хотя, поскольку давно их не вязала, вязала все это с огромным-огромным удовольствием. Вы просто посмотрите, какой вообще раритет. Привет из... Сколько? Наверное, из двухтысячных, да? Вы вообще помните, когда у НТС был такой логотип? Вообще обалдеть. Скайлинк, Дельта Телеком. Кто помнит, вообще ставьте лайк. Короче, это прикол вообще. Мы сейчас тут в городе Рощино по делам моим документальным. Вот. Увидела эту вывеску, просто не смогла пройти мимо. Я вам в прошлом влоге говорила, что я не буду покупать в этом году пряжу. Очень хотела не покупать. Вот. И пока держусь. Ну, пока прошло только сколько? Две недели, да? От начала Нового года. Но это не значит, что пополнения пряжи у меня не будет. И вот у меня вот такая новая пряжа. Шикарнейшая. Просто я, когда увидела, обалдела просто. Это подарок от Ксюши. Огромное спасибо. Ксюша, ты просто мой поставщик какой-то обалденной пряжи вообще. Просто невероятный. Каждый моток, который ты мне дарила, это просто отвал башки, как говорится. Я видела эту пряжу. Я смотрела на неё и думала, божечки, как мне хотелось бы её попробовать. И вот, в общем, Ксюша, как всегда, знаете, как, не знаю, как будто читает мои мысли. Это рован. Рован сок называется. Артикул 100 граммов и непонятно сколько метров. Но она такая не... Ну, вообще, написано 400, но она такая пухленькая. 75 на 25 стандартный классический метраж. Слушайте, ну вот, если обычно я вяжу на спицах 2, 25, ну, двойка иногда, то вот эту, мне кажется, можно спокойно на 2,5 вязать. Смотрите, какие красивущие переливы цвета. Даже не переливы, а переходы от тёмно-синего к такому джинсовому. Я не знаю, что там дальше, но мне кажется, это просто какая-то фантастика. Значит, этот цвет 6. Вот, и я, конечно, в диком вообще восторге. Мне очень хочется, конечно же, поскорее, с одной стороны, взять эту пряжу в работу, а с другой стороны, хочется всё-таки, ну, как-то дозреть до неё, созреть. Ой, какой красивый. И маникюр, кстати, у меня прям в тему. Очень, очень мне нравится. Ксюша, спасибо тебе огромное ещё раз. Ты прям угадала однозначно, попала прям в яблочко. Обязательно буду вязать носочки из этой пряжи красивые. А может быть, кстати, и не носочки, посмотрим. Потому что жалко как-то носочки из неё вязать, честно говоря. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, я не могу нанести штатив свой, который настольный у меня, поэтому немножечко вас потрясу. В общем-то, это причина того, почему я очень мало вижу. В последнее время я что-то увлеклась рисованием картин по номерам. У меня, в общем-то, три сюжета куплены. Все они с космической тематикой. Ну, собственно, два уже закончены. Вот эту картину я закончила буквально вчера в ночи. Ну, соответственно, вы видите, да, это космос и планета Земля. Вот. А вот это такая абстрактная. Вот. Это моя первая такая картина. Я её закончила ещё на каникулах новогодних. Буквально за, по-моему, два или два с половиной дня я просто села. И меня настолько это всё вдохновило, и время пролетело просто незаметно. Вот. Я поняла, что это прям моё. И знаете, что меня это очень сильно успокаивает. И это прям медитация для меня. То есть вязание уже даже так на меня не влияет, как картина. В общем, мне очень нравится. Я их потом оформлю в багетной мастерской. Вот. И ещё у меня третий сюжет. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот купила. Это, ну, соответственно, тоже космическая тема. Вот. Надеюсь, что тоже будет классно. Здесь уже меньше цветов. Здесь 22 цвета. По-моему, в этой было примерно так же. А вот в этой большой планете Земля было где-то 33, по-моему, цвета. Вот. Мне очень нравится, как получилось. Конечно, если смотреть это вблизи, выглядит, ну, совсем не так. Вот. Но в любом случае это будет всё издалек, конечно, смотреться. Вот. По цветам, конечно, они, наверное, не очень друг с другом смотрятся. Но надеюсь, что именно рамка их как-то объединит в одну такую вот серию. Потому что цвета, конечно, ну, совсем контрастные. Да. Единственное, что в них схожее, это вот, наверное, жёлтые и оранжевые цвета. Вот. А здесь просто более такая синяя гамма. Здесь больше зелёных оттенков. Ну, вот. Ну, ещё посмотрю, конечно, вместе с космонавтом, как будет смотреться. Но в целом я очень довольна. Даже купила себе мольберт. Хотя, честно говоря, не особо с ним удобно работать. Видимо, надо было всё-таки брать, может быть, тот, который напольный. Ну, в общем, как есть. Давайте по вязанию всё-таки я решила сейчас засесть, повязать, посмотреть ютубчик вязальный. Слушайте, не смотрела вязальный ютуб, я не знаю, сколько, очень-очень много месяцев, наверное, даже. Может быть, ну, может, два месяца или три, я не знаю. Я заходила иногда там на каналы к некоторым девчонкам, ну, так выборочно смотрела видео. Буквально три человека, наверное, смотрела. Вот. Но основная вот часть осталась, конечно, неохваченной. Вот. Я сейчас вяжу носочки, но тут даже в носочках нечего особо показывать, кроме как я хочу показать маркеры. Вот такие вот это маркеры, которые у меня наборчиком. Там, по-моему, десять маркеров было. Шесть вот таких с маленькими кольцами и четыре с большими кольцами на спице, там, до десяти, скорее всего. Вот. Ну, я такими большими не пользуюсь. У меня, по-моему, шесть или шесть с половиной максимум. Вот. Но, что хочу про них сказать, они похожие, не такие синие, черные, да, но похожие есть у меня на сайте в разделе маркера. Вот. Я ссылочку оставлю прямо на этот раздел в описании. Вот. И там тоже наборы. Есть наборы из десяти штук, есть наборы из шести штук. Вот. Разные расцветочки. Очень классное. Серебро. Есть бронза. В общем, посмотрите тоже, если заинтересует. В общем-то, приобретайте. Так. А я приобрела на бонусы Сбербанка. Я приобрела две пары спиц. Ну, просто на пробу хочу потестировать. Ну, в общем-то, остановилась вот на этих двух. Значит, Одинова. С них начну. Еще не пробовала, конечно. Они у меня запечатаны даже. Но у нас в Two Hands есть Одинова, которые 20-сантиметровые, которые чулочные. И они мне так понравились по кончикам спиц. Они, конечно, не такие острые, как я люблю. Не вот как Хая-Хая. Хая-Хая. Вот у меня особенно серия Sharp. Они вообще острючие. Вот. Ну, не особо они всем нравятся, да. Вот. Но, в общем-то, вот эти тоже такие не супер острые. Но и не очень такие тупенькие, как вот Ади единорожки. Вот. И, собственно, я решила попробовать. Ну, какие же, конечно же, носочные. В общем, взяла 100 сантиметров. 2,25. Кончиками довольна, хотя вот они, повторюсь, не такие остренькие, как люблю. И взяла еще вот такие спицы. Тоже 100 сантиметров, но потоньше. Просто попробовать. От Leng Yarns Lull Edicts. Значит, что по ним? Как видите, их здесь нет. Они у меня в работе. Так. Значит, и я вяжу на них перчатки. В общем-то, у меня заказ поступил. На перчатки. Нужно их как можно скорее связать. И я думаю, ну, что, в общем-то, тянуть. Сразу же возьму в работу и протестирую эти спицы. Я сразу обратила внимание, конечно же, на кончики. Кончики абсолютно не мои. Они очень круглые. Вот как раз юникорны. Это вот точно такие же кончики. В общем, не знаю, не понравились вообще сразу. В работе, в принципе, пока не могу понять. Но вы видите, да? Я тут связала буквально пару рядов. Вот. В работе как они будут. И, не знаю, может быть, я стану фанатом этих кончиков после того, как завершу перчатки. Кто знает, такое тоже может быть. Не исключаю. Но пока восторженных у меня ощущений от них нет. Леска, ну, как бы обычная, похожая на нитпро. Ничего особенного. Она меня не раздражает даже, несмотря на то, что вот так вот закручиваются. Стыки неплохие, хотя бывает застревают. Но не так сильно, как может застревать. Вот. Короче, меня пока ничего не раздражает. Я вяжу из вот такой пряжи. Это стопроцентный кашемир. Артикул называется Корс Хайер или Корс Хеер. В общем, Корс мы его называем сокращенным. Это Лора Пиано. 2,24, 1200 метров на 100 грамм. Цвет называется Verde Color Mel. Очень красивый, глубокий. У него здесь такой меланж красивый, разноцветный. Сейчас, конечно, темновато. Не очень видно. Ну, и, в общем-то, кто любит свеженькую пряжу 2020 года, пожалуйста, в общем-то, довольно свежая. Я отмотала небольшой клубочек, потому что у меня манжет, начало манжета будет, получается, с отворотом. И здесь у меня будет сначала 2 нити, а потом остальная часть перчаток будет связана в 3 нити. Господи, что же они у меня падают? Сейчас как раз займусь вязанием этих перчаток, потому что, вообще-то, надо было их начать уже давно. Что-то я провафлила немножко. По вязанию, наверное, пока все. У меня есть еще продвижение в джемпере, но я пока не покажу, наверное, их. Хочу закончить сначала спинку, чтобы уже нормально разложить, потому что сейчас там укороченные виды. Но, сами понимаете, не очень удобно со спицами при укороченном вязании показывать изделие. Там все, в общем-то, в таком состоянии, что вы особо ничего не увидите. Ну, в общем-то, пока вот такие новости. Так, вот, сейчас сажусь, посмотрю ютубчик. Вот, и микрофон, кстати, себе купила. Здесь два микрофона. Вот, я же иногда снимаю вязание в большом городе. Очень хочу в Беларусь в этом году снова поехать. Если удастся, то, в общем-то, два микрофона мне очень-очень будут кстати. Если вот, например, с Сашей Визамания решим заснять что-нибудь. Дорогущие микрофоны, но что делать, в общем-то, красота требует же, как говорится. И мне кажется, что в этом видео все, ну, часть, по крайней мере, кусочков будет с микрофоном. Заодно на монтаже посмотрю, как это, и послушаю тоже ваши ощущения, потому что, когда я спрашивала, да, в своем телеграме, что там со звуком, кто-то писал, что хорошо, кто-то писал, что нет. Значит, частота, на которой записывает iPhone, она, в общем-то, тихая на некоторых устройствах. Тихо воспроизводится. Но надеюсь, что микрофон мне в этом поможет. Давайте, знаете, что? Влог этот снимаю уже, я не знаю, мне кажется, да не кажется, а с начала года. Да, я же была на новогодних каникулах у родителей, ну, у мамы с братом. И, в общем-то, там снимала начало этого влога. И сегодня уже 27-е аж января. И, в общем-то, я до сих пор ничего не выпустила. Больше, по большей части это связано с тем, что я очень мало вяжу, правда. Мне пришлось отказаться от одного проекта, который мне очень нравится, но, к сожалению, я не смогу в нем поучаствовать, по вязанию, да, вязание YouTube. Потому что я понимаю, что если я буду вязать только в рамках этого проекта, а у меня есть еще один, то я просто ничего не буду вам показывать вообще на протяжении всего года. Потому что реально сейчас очень много работы, ну, на моей основной. И, ну, честно говоря, и ребенок, в общем-то, занимает тоже много времени. И я понимаю, что мне хочется вязать, но мне некогда это делать. Давайте я вам покажу, что я вот за это время связала. Я вчера очень так повязала активно, потому что, опять же, давно не сидела вот так просто и не вязала. И давайте, наверное, начнем с того, что я вам показывала уже в этом влоге. Это перчатки. Я их начала где-то неделю назад. И до сих пор я даже одну не закончила. Ну, опять же, по той же причине, да. Она у меня сейчас вот в таком виде. У меня здесь на пальчиках, которые я уже связала, видите, очень много ниточек оставшихся. Это для того, чтобы в случае, если пальчики будут, например, коротковаты, я вяжу не себе эти перчатки. Просто довязать, да, распустить то, что я закрыла и, ну, довязать, я думаю, это понятно. Значит, перчатки очень плотные. И мне очень нравится, как у меня в этот раз получилось вот это вот пространство между пальчиками. Оно, мне кажется, получилось просто идеально. Такую растопырку я вам показываю, кошмар. И мне осталось, ну, как видите, один пальчик указательный довязать, ну, и большой связать. Я все записываю, конечно же. То есть у меня были записи по вязанию перчаток подобных. Я в прошлом году, или в этом, не помню. Короче, не так давно три пары таких подобных связала. Но здесь немножечко другая плотность. Я решила их прям такими связать. В три нити на двоечке. Это у меня кашемир 1200 метров на 100 грамм Корс Хея. Корс, он очень такой пушистенький становится. Сильно взбухает после стирки. Вот, и я думаю, что вот эти перчатки будут прямо пуленепробиваемыми. Очень красивый цвет. Такой благородный. Я вижу своему руководителю, Анжеле, владельцу TwoHands и Ашади. Ашади, это вот масла эфирные, да. Вот. И вижу, это ее кашемир, то есть это не мои запасы. Вот, поэтому я сейчас, в общем-то, решила немножечко так подбивать, да, сколько я трачу, вот, как Оксана Ворм-инженер делает уже не первый год, по-моему. Вот, не знаю, насколько это будет для меня существенно, с учетом того, что я, опять же, сказала, да, я решила не покупать в этом году пряжу, только если мне не хватает на какой-то проект. И посмотрим, сколько я извяжу. Ну, я хочу хотя бы килограмм пять извязать. Было бы неплохо за этот год, я имею в виду, да. Но с учетом того, что я много вяжу носочков и вот таких мелких аксессуаров, не очень хочется замахиваться, например, там, на каких-то десять килограмм, да. Вот, хотя даже если бы я десять извязала в этом году, у меня все равно бы осталось даже больше. Вот я вам и раскрыла примерно, сколько у меня пряжи. Друзья, очень много, много. Для меня много, да. Для кого-то там такое количество будет немного, но мне выше крыши. Кстати, да, по поводу спиц. Это вот те же самые спицы Wool Dicted от Leng. Слушайте, мне нравится. Я не знаю, почему, но мне нравится. Несмотря на то, что это круглый кончик, несмотря на то, что... Тут не скажу, что идеальное прям вот это вот соединение лески и спицы, вот, но как-то у меня вот проходит, вот. Не знаю, вообще все супер. Кончики вот я вам покажу. Ну, такие, кругленькие. Я думаю, что они такие же, как у юникорнов, у Ади. Я прям так не сравнивала, не прикладывала, но мне кажется, что очень похоже. Вот. И несмотря на то, что это не моя любимая, вот это вот... Не мой любимый тип кончиков, но вот здесь как-то мне прям нравится, не знаю. Значит, друзья, следующий мой проект, который я тоже продвигаю шатковалка, это джемпер. Вот. Я его вяжу на спицах 3 миллиметра. Да. Это шарп, мои любимые. И, кстати, вот в этом проекте почему-то мне они не очень нравятся. И вообще сочетание здесь пряжи и спиц как-то мне не знаю, что такое, не нравится. Значит, пряжа у меня очень красивого, такого среднего серого цвета. Называется Articul Cash 5 от Mili Fili. 30 меринос, 30 вискоза, 5 кашмир, 35 полиамид. Мне тут в комментариях на мастер-класс по шапке. Там шапка у меня... Кстати, я ее до сих пор ношу постоянно. Вот сейчас в такую погоду. Где-то у нас минус 7 примерно в среднем сейчас. Я ее ношу. Это просто супер. Единственное, она чутка растянулась. Вот, а так она мне очень нравится, теплая. Это была пряжа от Кати Кашмир 10, по-моему. Там 10% кашмир и все остальное. Там меринос, вискоза и полиамид. И, короче, ну я, видимо, в видео рассказываю, что вот, там пряжа, ля-ля-ля-ля-ля. Она реально очень нежная, очень мягкая. И там мне пришел комментарий, вискоза и полиамид. Типа, если вам это нравится, грош вам цена. В общем, я посмеялась, конечно. Вот. Пожелала всего хорошего человеку, который мне этот комментарий оставил. Потому что мне, ну, честно говоря, смешно стало. Не вижу ничего плохого ни в вискозе, будь она там стопроцентная или какое-то ее количество в составе смесовки. Будь это, там, полиамид тот же самый в небольших количествах, да. Я допускаю, ну, вот здесь вот 35, да. Ну, вот где-то примерно, не знаю, 35-40% в смесовке вообще спокойно. Я не люблю голую синтетику, да. Хотя вискозу тоже, знаете, не назвать синтетикой. Она же все-таки из древесины делается. Ну, ладно, не важно. Я в этом, как бы, не специалист и не претендую. Так вот, я вяжу, у меня уже готова спинка. Она не стиранная, естественно. Здесь у меня, ну, я не знаю, как называется этот узор, но это что-то типа, как он, заборчик. Ломаная резинка ее еще называют. Но она обычно идет один на один. А здесь у меня три на три. Мне нравится, как смотрится. По низу у меня резинка здесь несколько рядов, наверное, рядов 15. Просто резинка три на три. И потом она плавно переходит вот в этот узор. Значит, ну, тут ничего особенного. Я даже не делала вот здесь вот увеличение на пройме, да, количество петель. Вообще ничего не делала. Вот. Ну, сделала только вот горловину круглую. Ну, по спине, да, это будет по спине. Вот. Ну, и скосы плеч. Все. Больше я ничего не делала. Все отметила маркерами. Теперь мне нужно набрать снова петли. Ну, и, собственно, вязать перед. Я хочу круглую горловину. Ой, я вас задевала, наверное. Простите. Микрофон. Не могу привыкнуть до сих пор еще к нему. Хочу круглую горловину. И вообще понимаю, что у меня сейчас практически нет никаких джемперов. Мне нечего носить. У меня есть теплый альпаковый свитер, но сейчас в нем, честно говоря, жарко. И кардиган из Кента в нем тоже очень жарко. И, кстати, вот этот состав мне бы прямо сейчас был очень в тему, потому что он, мне кажется, как раз на такую погоду, как сейчас. Плюс здесь у меня четыре сложения. Нить 1500 метров на 100 грамм. Это сколько? 375, да, метров на 100 грамм. Ну, то есть я к тому, что полотно не очень толстенькое. И вот сейчас вообще, я говорю, самое то было бы носить. Но, в общем, я вяжу сейчас по чайной ложке. Может быть, сегодня начну как раз вторую деталь вязать. Ну и, собственно, останутся рукава. Рукава будут примерно вот до этого момента, до середины плеча. То есть это не вточной рукав, да, немножечко он будет спущенный. Ну, соответственно, вязать будет чуть меньше, чем если бы рукава были вточные. Ну и останется горловина. Ну, горловину это, мне кажется, самое простое будет связать. И третий проект, который мне хочется вам показать. Я его продвинула очень хорошо за последние дни. Но вообще вы эту пряжу могли видеть в другом проекте в недавнем видео. Что вот так вот выглядела пряжа. Это две вместе соединенные. Одна вот такая вот Шахенмайер Select Mariette. Здесь что-то шерсть 42%, 41% полиэстер, 17% полиакрил. Много здесь синтетики, больше, чем я обычно использую, да, вот, ну, как говорила. Здесь полиакрил, это, я предполагаю, это пайетки. Вот, они такие совсем-совсем микро-пайетки, еле видны. А вторая нить это вот такого цвета красивого карамельного махер на полиамиде. Махер с мериносом на полиамиде, да, тысяча метров на сто грамм. Вот, я вязала шарф, если помните, из сочетания этих двух видов пряжи. И вроде как шло неплохо, но в один момент просто все застоприлось и перестало продвигаться. Я подумала, ну что же я не вяжу? Я начала анализировать. И поняла, что я не ношу же шарфы, зачем я вяжу? Вот, решила связать кое-что другое, что я обычно не ношу. Но все время хочу попробовать носить. Значит, я решила связать жилет. Жилет самый простой, лицевой гладью с V-образной горловиной. И думаю носить, ну посмотрим, может быть на рубашку, может быть на лонгслив или футболку. В общем, посмотрим. Я пока не знаю, на что я буду носить. Может быть, просто дома буду носить. В общем-то, вот так вот выглядит полотно, мне кажется, в лицевой глади вообще в этом проекте. Как-то по-новому она для меня заиграла, эта пряжа, ну сочетание. Вот, мне кажется, что будет хорошо. Здесь ничего вообще сложного и выдуманного. Просто резинка 2х2, и потом пошла лицевая гладь. Вообще. Бестолковое какое-то вязание, можно сказать. Но оно меня последние дни так как-то успокаивало. И, не знаю, в общем, нравится мне вязать. Потому что я не думаю, просто туда-обратно гоняю лицевую гладь. И мне это очень-очень нравится. Вот, сейчас у меня вот этот проект, это просто номер один. И, кстати, вот этот моточек, это то, что у меня осталось от распущенного шарфа. То есть я практически полностью связала всю ту пряжу, которую распустила. Вот. Я молодец, я считаю. Честно говоря, я несколько раз уже перевязывала эту спинку. Ну, наверное, это будет спинка. Мне как-то со спинки проще. Чтобы потом на основании спинки понять, где делать, где начинать делать горловину переда. Вот. Так по логике моей внутренней мне, в общем-то, проще. Вот. Ну, в общем-то, сегодня суббота. Я постараюсь выложить видео завтра, в воскресенье. Ну, и очень хочется за вот это время, сегодня-завтра, еще продвинуть жилет, закончить как раз перчатки и начать перед вот джемпера, да, вот этого. Вот, надеюсь, что у меня все получится. Держите за меня пальчики. Друзья, я не помню, что я еще показывала в этом видео. По-моему, вроде и ничего. Надеюсь, что ничего не пропустила. Ну, мне кажется, что нет. В любом случае, если что, если я вспомню, то в следующих видео или в Телеграме покажу. В Телеграме, кстати, я тоже редко стала появляться. Точнее, как, я везде всегда редко появляюсь. Но там, по крайней мере, чаще, чем здесь на Ютубе. Поэтому, если, в общем-то, вы не хотите со мной расставаться и потеряться, в общем-то, присоединяйтесь к моему Телеграм. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. До следующих встреч. Мне еще хочется в ближайшие дни снять одно видео про книги, которые у меня есть по вязанию носков. У меня их много накопилось. Есть, что про них рассказать. Если вам интересно, то тоже маякните мне, пожалуйста. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующих видео. Спускайтесь в комментарии, поболтаем. Всем пока.